Сегодня стали известны победители конкурса на лучший социально значимый проект муниципалитетов. Работ в этот раз 35 и все достойны высоких наград. Тем более, что большинство патриотической направленности связаны с Великой Отечественной войной и спецоперацией на Украине. Наталья Гармашова продолжит. Сегодняшний республиканский конкурс на лучший социально значимый проект муниципалитетов уже 14-й. Участников 69, финал прошли 35. Среди них есть и те, кто на состязания заявляется регулярно и без грантов домой не возвращается. Мы воздвигли обелиск победы в селе Солнечное, воздвигли обелиск в селе Краснозерном, ограбили кладбище в деревне Курганное. Многого не бывает денег. Надо стараться, чтобы наше муниципальное образование было лучше, чтобы люди жилось комфортнее. Планы жителей Солнечного сельсовета на этот год увековечить память погибших участников специальной военной операции. Мраморные обелиски разместят рядом с мемориалами Великой Отечественной во всех трёх деревнях поселений. Патриотическая тематика всегда ключевая при создании проектов. А в предюбилейную 85-ю годовщину Великой Победы ей посвящён максимум общественных инициатив. В Кирово, например, продолжится благоустройство Парка Победы. Его заложили в 2010-м и теперь каждый год улучшают. Предстоит установить уличное освещение, пятиконечную звезду с символом вечного огня, установить урны и установить красивые вазоны. Вот этих денег хватит на то, что вы планируете? Я думаю, хватит. Если не хватит, поможет район. А суммы республиканских грантов колоссальные. За первое место 1 миллион 600 тысяч, за третье – 1 миллион 100. На старте же в 2007-м победители получали лишь 300 тысяч. Рекордный сегодня и общий бюджет конкурса – 45 миллионов. И в следующем году его планируют увеличить до 50. Значит, число реализуемых проектов возрастёт. Этот конкурс, основная цель его – это стимулирование органов местного управления, решение задач социально-экономического развития на местах именно. Ну и активность общественности. Потому что один из критериев – это инициатива граждан. В финале конкурсная комиссия поддержала все 35 сельских инициатив. Помимо проектов патриотической тематики, есть направленные на благоустройство территорий, строительство спортивных и игровых площадок, мостовых пешеходных переходов через водоёмы. Стартуют работы уже в ближайшее время. Наталья Гормашова, Арсений Симонов, Вести Хакасия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова